Христианство говорит, что есть действительно духи, есть духовные силы. Как же они могут действовать на человека? В какой зависимости человек может оказаться от них? Ой, как важно знать! Какой? Видите, какая тема звучит, насколько я понимаю, несколько необычно, поскольку сочетание такое достаточно странное – православие и язычество, это ещё было бы понятно. А когда язычество в православии, ну, я даже не знаю, как и выразиться. Как может быть язычество в православии? Что за абсурд такой? Ну, а впрочем, что такое язычество? Мне кажется, что необходимо именно начать с этого, попытаться понять, что такое язычество. Сначала краткая справка, носящая чисто формальный характер, но который необходим. И думаю, что для многих он просто будет полезен для того, чтобы понимать дальнейшее. В Библии язычниками называли евреи все другие народы. Язык – это народ. Это народ. И язычество – это те религии, которые исповедовали неевреи. А в Библии уже, по крайней мере, в те времена, когда писались библейские книги, то Единобожие фактически оставалось только у евреев. Именно они получили писанный даже закон через Моисея. Не только десять заповедей, о которых часто говорят, на самом деле их гораздо больше заповедей, но останавливаются только на этих десяти. Но они именно получили. И они имели это откровение о едином Боге и соответствующей заповеди. Во всех других народах уже к этому времени, ну, по крайней мере, ко времени получения евреями вот этого откровения, уже почти все народы, да фактически, наверное, все, были политеистами. То есть, они считали, что существует множество богов. Каждый из этих богов заведовал своей функцией. Кто чем? Кто войной, кто миром, кто любовью, кто ненавистью, кто торговлей, кто богатством, кто здоровьем, кто успехом. Ну, в общем, множество богов, каждый из которых имел свои функции. Так вот, оказывается, только один еврейский народ в это время сохранял Едино Божие. Уже само исповедание единого Бога это уже было действительно великим достижением для тех времён, о которых вот описывает уже Моисей, начиная с их выхода из Египта и дальше. Вся эта история была таким образом состояла из чего? Вот один небольшой народец исповедует эту религию. И все прочие народы, по крайней мере, которые окружали Израиль, все это были, все те исповедовали множество богов. Но дело не просто, если бы только множество богов. Что из этого следовало? Из этого следовали очень интересные вещи. Каких же богов исповедовали? Если заповеди Моисея всё-таки призывали к тем вещам, которые во многом отвечали действительно самой сути человеческой природы и носили достаточно высокий, но не очень высокий, достаточно высокий, но не очень высокий нравственный уровень, то у окружающих народов даже этого не было. И мы видим, чем характеризовалось язычество. О нём очень хорошо, в частности, например, писал апостол Павел, если мы откроем книги Нового Завета. Но нам не нужно никаких и книг Нового Завета. Достаточно возьмём, начнём с Гомера, с Гомера хотя бы, литературные смотреть памятники древнего мира, касающиеся как греческой литературы, так же римской литературы, чем наполнены были эти книги. Так вот, апостол Павел, так сказать, концентрированно, но выразил суть языческой морали. Беспредел, как мы говорим. Беспредел. Всё было позволено. Почему? Потому что те, так называемые, боги, о которых говорили, которым поклонялись, которым следовали эти языки, то есть народы, то есть язычники, так, они были ничем иным, как олицетворением тех человеческих свойств, которые мы наблюдаем в своей реальной жизни. А мы наблюдаем тут что? И возвышенные некоторые в сторону человеческого, и самые низменные. И боги точно так же соответствовали этому. И поэтому пантеон, то есть это совокупность всех богов, была наполнена, наполнена как положительными, так и самыми отрицательными явлениями в жизни этих народов. Кто читал Новый Завет, хотя бы читал апостол Павла, те могут увидеть о том, что он пишет. Это обманы, это любодеяние, это воровство, это пьянство, это насилие, это жестокость, это месть и так далее. Всё это, всё это было нормальным, если хотите, явлением в жизни данных обществ. Как правило. Речёт как правило. Мы же не говорим о каких-то отдельных людях, но сами религии одобряли это. Например, в праздник бога вина и веселья Бахуса угождал ему, этому богу, кто больше всех? Кто больше всех выпьет? Часто сами храмы, храмы, которые посвящались тем или иным богам, становились местом разврата. Таким образом, ко времени появления христианства мы видим ситуацию очень сильного разделения, если хотите, между тем, что называется язычеством, то есть полной, ну, что сказать, свободы, ну, только странно такое хорошее слово свободу, свободу, да, называть подобным термином произвол, моральный произвол. И если вы обратите внимание, то все проповеди апостолов, по крайней мере, вот все те книги, которые мы находим в Новом Завете, начиная с Евангелия и дальше апостольские послания, все они направлены на что? На то, чтобы сказать, что человеческое достоинство выражается выражается не в скотских его проявлениях животных, тем более не в демонических, которые касаются ненависти, убийства, коварства и так далее. Христианство говорит прямо о другом. Оно говорит в этом смысле о новой жизни. Вы представьте себе, что две тысячи лет тому назад вот этим первым проповедникам христианства пришлось говорить о необходимости новой жизни. Странное дело. Кажется, на самом деле, нет. Нетрудно всем тем, кто касался изучения истории древнего мира, увидеть действительно, чем он был наполнен в плане моральной атмосферы. это, увы, это печальный факт. Но кроме вот этой, так сказать, аморальности, которая присутствовала, присутствовала, которая прямо проистекала из поклонений, если хотите, тем богам, которые олицетворяли эти страсти, при этом присутствовал ещё один момент, который очень чётко характеризует язычество. Именно ну, сначала употреблю слово. Это некий магизм. Что это такое? Суть магизма в чём заключалась? В том, в вере, в том, что существуют скрытые силы. Это то, что на латинском языке или в латинской терминологии называется оккультизмом. это скрытые силы. Эти скрытые силы существуют как в человеке, так существуют и в окружающей природе, и этими скрытыми силами могут являться и какие-то духи. Вот это вера в оккультные силы, которые присутствуют здесь незримо в нашем человеческом мире, и которые могут действовать на человека. Но не просто действовать. Самое интересное другое. Самое интересное заключается в том, что, оказывается, человек может подчинить себе эти силы, но для этого нужно кое-что знать. И задача состоит как раз в этом – узнать эти тайники, узнать эти ключики к этим тайным силам, и тогда можно будет воспользоваться ими, ими, и властвовать и над природой, и над другими людьми. Эти ключики в чём состояли? Это очень интересно. Это подчас знание определённых слов, знание конкретного ритуала, то есть что нужно сделать, что нужно сказать, какие церемонии надо произвести, и тогда эти скрытые, скрытые, то есть невидимые, эти тайные силы, то, что мы по-латыни говорим «оккультные», это латинское слово «силы», тогда становятся средством воздействия этого человека на окружающий мир. Вот эта идея язычества, она пронизывала действительно сознание буквально всех людей, что с помощью каких-то определённых слов, действий, или, как мы скажем, заговоров, если хотите так, можно заставить открыть действия этих сил и направить их в нужном направлении. Вот этот магизм, магизм не просто мышление, не просто мышление, а магизм веры, веры, убеждения, убеждения в том, что можно с помощью определённых действий и слов достичь того или другого успеха. Вот это, вот это второе, оно особенно глубоко сидит в природе язычества, и вот о нём-то и приходится больше всего говорить тем, которые, как кажется, приняли христианство. Христианство с самого начала говорит, идол в мире ничто. Вы слышите? Идол, ничто, это пустое место, это мыльный пузырь, но в который можно поверить. Представьте себе, идёт человек и вдруг перед ним открывается пропасть. Ну, разве он пойдёт туда? Ну, конечно, нет. А оказывается, это пустая картинка. Никакой пропасти нет. И какой ужас, если кто-то действительно может напускать такую, такую вражбу, что человек вдруг представляется, там, или пропасти, или звери, или что угодно. Апостол пишет, и не только пишет, он показал это действием, действием, сил, тех божественных сил, которыми он обладал, что, действительно, это мыльные пузыри. Нет их. Или, если даже что-то и есть таинственное, а оно действительно есть, оно действительно есть, христианство говорит, что есть действительно духи, есть духовные силы, то, как же они могут действовать на человека, в какой зависимости они, в какой зависимости человек может оказаться от них, от этих сил. Ой, как важно знать, какой. Язычники говорили, простой, Надо только знать, узнать. И некоторые знали, например, шаманы, знали. Не жрецы какие-то, знали. Египетские жрецы, помните, знали, что нужно сделать и сказать. И чтобы добиться эффекта, кажется, что же говорит христианство об этом. С одной стороны, реальность существования этих сил, и с другой стороны, отношение человека к ним. Как они могут воздействовать на человека? Итак, христианство со всей силой. Силой не просто только слова. Знаете, апостол Павел нередко и много раз говорит, моя проповедь не просто в силе слова или в искусстве слова. Как он говорит, не в силе, не в силе, в это красноречие. Нет, а в силе действия, действие Бога, через которое вы можете познать, что я говорю, истину или ложь. О чём шла речь? Речь шла о факте, беспрецедентном, кстати, в истории, даже и самого христианства, что в первом столетии апостолы – это непосредственные ученики Христа. И непосредственные их преемники – это продолжалось недолго. Вы слышите, это только в первом буквальном веке. И об этом сообщают с удивлением, изумлением, непониманием. Другие – с благоговением. Это назвали век чрезвычайных духовных дарований. В чём заключались? Что подчас человек только вот искренне принимает христианство, поражённое всем, и вдруг он, этот человек, или начинают понимать другие языки и говорить на них языков, и их понимают, понимают. Он не знал какого-нибудь фарси, и вдруг начинают среди них говорить и проповедовать. Другие просто потрясены, получают дар исцелений, дар предсказаний. Век чрезвычайных действий божественной силы. Вы знаете, мы их, кажется, не видим. И можно сказать, ну, то ли так, то ли иначе. О чём это говорят? Я приведу только один аргумент, который должен бы заставить каждого непредвзятого человека сказать, да, пожалуй, это верно, это так было. Какой аргумент? Прекрасно помним, что сделали с Иисусом Христом. Какая злоба! Какая ненависть! Ведь придумали казнь-то! Что это, когда пришли к Пилату, и когда он сказал, ну и пожалуйста, он нарушил, с вашей точки зрения, закон, ну и казните его? Нет, мы не имеем права убивать! Вы слышите? Чушь какая! Тут же Стефана побили камнями! Почему? Надо было не просто убить, а казнить! Им нужно было распять! Я к чему это говорю? Что дальше началось? Распяли Христа. Помните Савл, который стал Павлом? Целую команду получил от первосвященника, слышите? То есть главы, то есть патриарха. Так, первосвященника, команду, и с этой командой ходил по окружающим городам и селениям, и всюду только где находил человека, который вдруг, вдруг поклонялся, исповедовал Христа, а таких же было немало! Чудес-то! Сколько Христос сотворил-то! Огромное же количество было людей! Всюду этих людей хватали! Хватали, избивали, мучили, требовали отречения. И так двинулась эта ужасная ненависть по отношению к Христу и христианам по всей империи. Двинулась эта. Дошло дело до того, что Римская империя... Вы знаете, Рим, он назывался его империей экуменической. Знаете, что такое экуменическая? То есть вселенская. Это греческое слово. Экумена – это греческое слово. Вселенная. Отсюда экуменический. Или, вот, говорят, патриарх антинопольский – вселенский. Нет, экуменический. Римская империя считалась вселенской, всемирной империей. Вдруг Рим, в котором была полная свобода любой религии. Услышите? От высших, самых высших религиозных верований до самых низменных и отвратительных всё было позволено. Слышите? Всё было позволено. И вдруг, что мы видим? Вдруг Рим принимает закон, по которому только христианство и больше никакая другая религия объявляется вне закона. Потрясающая загадка. Во-первых, христиане никаких не нарушали законов. Во-вторых, это единственная религия, которую проповедовала любовь, благожелательство, милосердие, сострадание. В-третьих, если даже в то время требовалось приносение жертв перед статуями императоров, которые боготворялись, то в этом случае христиане были ничем иным, как называли, назарейской ересью. Какой? Иудейской. Иудейской. Но не против же иудеев был издан закон. Иудейство не было объявлено незаконной религии, а только христианство. Поразительный факт. Поразительный факт просто. Ну и, как, наверное, все те, кто немножко знакомился хотя бы с историей, знают, что Рим отличался всегда таким жестким исполнением законов. Жестким. И началось. Что? Христиан кальвам. Аресты любого, на кого только доносили, что он христианин. Причём не просто аресты. Не просто аресты. А их заставляли отрекаться от Христа. Это поразительно. Ни от какого другого Бога никто не заставлял отрекаться. Тех же иудеев никто не заставлял отрекаться от Моисея и прочих. Христиан заставляли отрекаться от Христа. Кто-то отрекался. Кто-то шёл на смерть. Причём какую? Действительно. Да вы знаете. Действительно. Вот в цирках на растерзании зверям А римские историки, римские историки, которые, знаете, с брезгливостью писали о христианах, вдруг пишут, например, Свитоний, Тацит, Плиний-младший – это знаменитые историки, древние историки, того времени сообщают, как, например, Нерон – это 60-е годы первого столетия, отдал свои сады для увеселения, в которых, в которых, в частности, пойманных христиан привязывали к столбам или к некоторым деревьям. Причём как привязывали? Осмаливали. То есть материал осмаливали и привязывали. И с наступлением темноты зажигали в качестве факелов, освещающих эти сады. стоны и крики. По малейшему подозрению человека казнили немедленно. Знаете, почему я об этом говорю? А как же оно могло сохраниться-то христианство тогда? Каким образом? Страшные никак не будет, а море в тюрьму посадят. Пытки. Жуткие. Кто-нибудь смотрел фильм «Каму Гридерши»? Там есть одна из сцен, которая показывает, как христиане на арене цирка небольшой группой, там 10-15 человек, а там сзади на фоне, там за решёткой прыгают эти голодные леопарды, тигры или львы. И как постепенно там, может, помните, посмотрите, как постепенно вдруг начинает подниматься эта решётка, и эти дикие звери вырываются, эти жалюсти, эти все бедные мужчины и женщины, какой ужас! И начинают рвать подолюлюканье этой гигантской толпы того же Колизея. Скажите, кто примет эту веру? Кто захочет? Кто же знает? Малейшее подозрение – меня тут же арестуют. И если не отрекусь от Христа вдруг – всё. коль вам зрелищ, хлеба и зрелищ, просили римляне у императоров, а тут ещё какое захватывающее зрелище-то! Боже мой! Звери терзают этих людей! Вот поразительный факт, который не требует никаких, вы знаете ли, никаких специальных чудес, ещё чего-нибудь! Скажут, вот вы там наговариваете! Ничего не нужно наговаривать! Это исторический факт, когда римский сенат объявил христианство «религио иллицета» – религия незаконная и единственная, кстати, во всей Римской империи. почему нет объяснений? Точнее, никто не пишет! Но не об этом речь сейчас! Я хочу сейчас сказать совсем о другом! Понимаешь, это такое язычество? Хотя бы вот этот эпизод небольшой! Но суть в другом сейчас, о чём приходится говорить! Апостол пишет о том, что не силою просто Слова, а действием благодати Божией, божественную силою мы явили истинность христианства! Я ещё раз повторяю, перед лицом этого ужаса, который наступил, когда христианство было объявлено религией вне закона, тех жутких казней, как могло оно сохраниться? Не могло! Не могло! Почему? Продолжалось до самого 313 года действовал этот закон! были какие-то при императорах некоторых ослабления, при других проходили страшные вспышки. только в 313 году подумайте, император Константин отменил этот ужасный закон и объявил христианство законной религией, то есть той, которая, как и все прочие, могла существовать в Римской империи. 300 лет! Ну, пусть гонений 250 лет! Разве могло сохраниться? Вот, мне кажется, один из потрясающих фактов, который для нас, для современных людей, для последующих поколений всегда был совершенно достаточный, уже не требующий, да, лишь никаких других чудес, чтобы понять, что такое христианство, что это действительно божественная религия, имеет божественное происхождение, а не человеческое. Погибло бы оно, если бы это было не так! Так вот, с чем соприкоснулось христианство? Это внешняя сторона гонения. Нас интересует сейчас другой вопрос. Вот этот магизм отношения людей к тому миру, в котором мы живем. Все полно тайных сил и богов, как говорили они. И так появляется христианство. Говорит, нет! Нет! Великолепно выразил, расшифровал это нет, например, святой Исаак Сирин. Что такое нет? О чём речь идёт? О каком нет? Он пишет. Я употреблю слово «тварь», потому что он пишет «тварь», то есть творение. Вы не думайте, мы иногда употребляем слово «тварь» в ругательном смысле. Поэтому не удивляйтесь, что я сейчас буду, цитируя его, говорить об этом. Он пишет, святой Исаак Сирин. Он великолепно выразил, просто расшифровал учения христианства. Он пишет. Ни одна тварь не может ни на одну йоту прикоснуться к человеку. И перечисляет эти твари, и бегающие, и летающие, и ползущие. Говорит, ни на тварь, ни кто из людей, ни даже кто из демонов не может прикоснуться к человеку без благой и премудрой воли Божией. Ничто! Не бойтесь! Идол в мире ничто не смеет, если бы эти злые духи, которые существуют, ну да, если бы они имели только власть, имели бы свободу, то во мгновение ока ни одного человека не осталось бы на земле. Да не только на земле, а самой земли не осталось бы от этой злобы, которая присутствует в этих существах. Никто не смеет. Тот, кто когда-либо может быть, читал Библию хотя бы отчасти, ну, может быть, помните книгу, книга одна называется книга Иова, Иов. Там очень интересно приводится в такой образной форме приводится рассказ о том, ну, как повествование, как о том, что дьявол приходит к Богу, к Богу, и, и, значит, разговаривает с Богом. Ну, понимаете, эта форма такая образная выбрана. Так, и вот Бог говорит, вот видишь, раб мой, Иов, какой, замечательный. Сатана говорит, ну, да, конечно, еще бы, смотри у него, какое богатство, какие стада, какие имения, все, вот попробуй, отними, Господи. И очень интересный, правда, форум? Бог говорит, ладно, хорошо, отбери. И тут же, раз, угоняют весь скот от Иова, отнимают у него все, все это его постепенно богатство. Иов, как написано, не согрешает в этом, не начинает обвинять Бога, не возмущается, не протестует. Опять сатана приходит. И Бог говорит, ну, что, вот видишь, какой Иов праведный человек-то? Сатана отвечает, ну, конечно, а вот если бы ты поразил бы его болезнью-ба, вот тогда посмотришь, какой твой праведник. И там описывается. А Бог говорит, ну, хорошо, порази. И вот Иов весь в проказе, черепком каким-то, это свой гной с тела, это страдание. К нему приходят друзья, начинают его убеждать, Иова, что ты нагрешил, наверное, не иначе, поэтому ты страдаешь. Но, в общем, описывается это очень красочно. Знаете, это восточное писание, они же всегда очень интересны. Иов не согрешает. говорит, Бог дал, Бог и взял. Да будет, слава Богу! И книга чем интересна? Правда, потом уже приходит, и Бог говорит дьяволу, вот видишь, видишь? Ну, в общем, дьявол оказался посрамлённым. И затем Бог возвращает Иову всё. Новьему даёт и детей, и всё имение, и скотов, всего на свете, всё богатство и так далее. И Иов умирает, умирает весь опять в славе и чести. Исаак Сирин говорит, ни одна тварь, ни один человек, никакой враг, никакой демон не может прикоснуться к Богу, к человеку без воли Божьей. Почему об этом приходится говорить? Да, началось христианство. Христианство призывает не бояться. Не бояться этих демонов. Не бойтесь, они никто. С нами Бог. И никто не посмеет нас тронуть. Единственное, что может происходить, это когда мы сами подадим руку дьяволу. Об этом, кстати, где-то в IV веке Антоний Великий, Великий, их немного в церкви, которые названы великими, преподобный писал, если мы живём по заповедям Божьим, следуем им, то мы становимся едиными с Духом Божьим. Если же мы начинаем поступать против совести и попирать законы, законы Божьими, то, что он дальше говорит-то, то мы тогда соединяемся с демонами-мучителями. Слышите, при каком условии-то они могут к нам коснуться только тогда, когда мы добровольно протянем руку «Здравствуй, господин бес! да чего же ты хорош своими рогами и копытами!» Вот, оказывается, не смеют они, не имеют они власти над человеком. Действительно, силою, христовой жертву побеждён ад. Они связаны, но мы можем, мы можем, мы теперь свободны, подать ему руку и может нас мучить чем угодно. Чем угодно! Прежде всего, нашими собственными страстями. Кого жадностью, кого хитростью, кого гордостью, кого тщеславием, да кого, Господи, полно! Не будем перечислять! Вот, оказывается, только как! Мы подаём руку, а сам по себе не может действовать никто! Никто не может причинить человеку ни малейшего вреда! Это одно из главнейших положений христианской веры! Всё кажется хорошо, правда, прекрасной веры! Как замечательно! Как замечательно! Верно, замечательно! Но мы, люди, мы не такие, нас просто не поймаешь, не возьмёшь! Понимаете ли, в чём дело? Да, конечно! Это хорошо сказать, что не подавай руку дьяволу! Но как я не подам, когда мне хочется? И то, и другое, и третье, и десятое! Правда, христианство говорит, для этого есть покаяние! Да! И, Христос, помните, когда Пётр, апостол, спросил его, правда ли, сколько раз нам прощать ближнему? Семь ли раз в день? Если он покается? Ответ Христа! Не говорю тебе семь, а седьмижды семьдесять раз прощать ближнему, если покается! Слышите! Седьмижды семьдесять раз! Но я к чему это говорю сейчас? Уже если человеку он так говорит, следовательно, сам-то он как? Тем более! Тем более! Бог очищает человека от греха сколько раз? Седьмижды семьдесять раз! При каком условии? Самым ничтожным кажется! Господи, прости меня! Опять я обманул! Разве это трудно? Опять я пожадничал! Опять я разозлился! Разве трудно обратиться к нему и сказать, господи, прости, он даже идиот какой я! Нет, оказывается, очень трудно! Буду злиться, как, знаете, как оса! Трудно попросить прощения! Простое же средство, кажется, человек тебе дано! Разбойник справа, что он сделал? Да почти ничего не сделал, только покаялся! Осознал, что он совершил грехи! И всё! И получил тут же, будешь со мной в раю! От нас требуется столько же! Но какое! Не болтовню языком, а действительно, Господи, прости меня! Сознаю, да, что я гадость сделал! Вот что требуется! Оказывается, трудно! Трудно! Нет, я лучше пойду по другому пути! К какому? К пути, который давно был известен! Давно известен! Который исповедовало всё язычество! Какое же это средство? Просить прощения, вы знаете, гордость мешает! Каждый раз просить прощения! Да и потом, если бы я захотел, я бы этого не сделал! Ну, правда, сейчас я пока не хочу, но потом я сделаю! Да, после конца мира, наверное! Вот так! И по какому же пути? О, теперь я вам нарисую картину! Теперь скажу, да, что мы делаем! Приводят мощь и святить Николая из Бари, правда? Миллионы! Миллионы! Кажется, прекрасное дело! Мы же друг друга даже просим помолиться друг за друга, правда же? Уж тем более святых ли нам не попросить? О чём? О! Если бы с диктофончиком подошли бы к этим миллионам и попросили бы сказать, о чём вы пришли просить Николу? Наверное, от зависти, да, чтобы исцелиться! Вы что? Ах, от тщеславия! Пошёл ты отсюда вон! От жадности! Ты вообще ничего не понимаешь! У меня муж загулял! У меня дочка замуж неудачно вышла! У меня сын запил! Ах, вот оно, что оказывается! Ах, так это то, о чём все язычники просили! Верно, верно! А не только эти мы жили! Конечно! Подай нам земное! А эти все ваши, эти, так, духовные вещи, там, кому не нужны! И что мы просим? Только земное! Молебны! Только земном! Дай, Господи, урожай! Не дай нам дождя! Или наоборот! Да! Дай нам дом освяти, чтобы было всё хорошо! Ищем чудотворных икон! Ищем, какую молитву надо прочитать! От чего смотря? Ну, смотря, что у вас болит! Если пятка – одну молитву, а если нос – то другую! Перед какой иконой? О, это очень важно знать! Если, например, будьте молиться от пьянства перед какой-нибудь казанской иконой Божьей Матери, вам ничего не поможет! Неужели вы не знаете это? Только перед неупиваемой чашей! Не Богоматерь же помогает! А икона! Как ловко! Правда? Вот это да! Но это мало этого! Есть и нечто другое! А как же всё-таки... Всё-таки... Конечно, я хочу жить хорошо! Это понятно! Это естественно! Против этого никто и не возражает! Сам Христос говорил – хлеб наш насущный, дашь нам днесь! Ничего дурного в этом нет! Всё дело-то только в том, что первично у человека, а что вторично! Что первично – голова или ноги? Пока голова вверху, всё нормально! Как только перевернули человека, говорят – помер! Да что ж случилось такое? Него и не тронули, даже и пальцем не тронули! Просто перевернули! Оказывается, нельзя! Что-то должно быть главным, что-то должно быть вторым, второстепенным! Какая же беда поражает многих верующих? Беда эта заключается в том, что ещё в Евангелии, о чём в Евангелии говорит Христос иудеям – горе вам, книжники! Книжники – это вот, ну, можно бы это слово, знаете, выбросить, потому что это богослово, понимаете? Так не хочется произносить! Но Христос почему-то сказал – книжники и фарисеи! Фарисеи – это, ну, типа монашества, потому что, как фарисеи давали обеты, обеты строгого исполнения закона Моисеева, так монашествующие дают строгое обеты, строгое исполнение. Это типа ветхозаветные, так сказать, монахи, хотя фарисеи, конечно, были женаты, но этот элемент совсем несущественный. Главное-то в чём? Обещание строгого обета и тщательное исполнение закона. Что такое закона? Что такое закона? Почему Христос обвиняет? Горе вам, книжники и фарисеи! Причём дальше говорят лицемеры, что вы очищаете внешние у чаш, чаш и скамей, а внутри полны хищения и неправды. О чём идёт речь? Это что такое? Они исполняли всю внешнюю сторону религиозной жизни. Это были они, эти фарисеи, эти книжники, богословы, эти священники, первосвященники исполняли всю внешнюю сторону. То есть, что значит? Ходили в церковь, ставили свечки, если взять на наш язык перевести, поминания, молебны, всё, соблюдали, если хотите, все внешние традиции, обряды. на наш язык переводе, я говорю, крещённые – крещённые, причащённые – конечно, причащаются. Соборы – о, да, ещё бы, даже будьте здоровы, соборы, если на всякий случай. Да. всё делаю. Почему Христос вдруг обвинял соблюсти эту внешнюю сторону всё и креститься, и причаститься, и всё идти, кажется, на исповедь, и пособороваться, и ставить свечки, и молебны, и панихиды. А о какой внутренней стороне, он говорит, полны хищения и неправды. «Все страсти во мне какие были, они все и остаются». КОНЕЦ